Николай Янович, здравствуйте. Добрый день. Рады приветствовать вас из Минска. Давайте, наверное, начнем с последних новостей. Ну, к примеру, спикер Госдумы Володин предложил признать Украину террористическим государством. Это цитата. Так он отреагировал на сообщения ФСБ о предотвращении покушения на российских журналистов. На ваш взгляд, в этом заявлении больше эмоционального, или это может иметь какие-то правовые последствия в дальнейшем? Ну, правовые последствия, безусловно, должны быть. Потому что, на мой взгляд, это уже запоздавое признание. А кто устраивал террористические акты и взорвал, например, главу Донецкой Народной Республики Захарченко? Кто? Это же был самый настоящий террористический акт, в результате которого погиб и сам Захарченко, и погибли вообще никакого отношения к Захарченко люди не имеющие. А кто взорвал других деятелей и Луганской Народной Республики? В лифтах там, значит, машины подрывал. То есть, Киев со своей нацистской сущностью давным-давно занимался террористической деятельностью. Самый настоящий. Кто обесточил Крым? Вот когда в ноябре 2014 года, зимой, в конце ноября, обесточили Крым, подорвали опоры ОЭП-линии электропередач, ведущие с Запорожской атомной станции на Крым, и передающие 1,2 тысячи мегаватт, то есть, там, 80% потребности Крыма в электронеррии, весь Крым оставили. Оставили без электронеррии больницы, роддома, службы, холодильники, ну, все практически. И ведь никто ни на Западе не возмущался, да, тогда. Потом перекрыли, засыпали Крымский канал, это что-нибудь террористическое. Я могу множество примеров приводить. И то, что сейчас, вот, наконец, пришли к такому пониманию, что это надо официально принять закон, законодательный акт, который позволит относиться к этому государству, ну, к этому не государству, точнее, к этому режиму. Здесь тонкий момент, да, чтобы не было ассоциаций с народом ни в коем случае. Понимаете, какое дело? Я никогда не ассоциирую за эти 8 лет Украину и украинский народ с тем режимом, который правит им. Не ассоциирую. Поэтому режим там сейчас реально террористический, а поскольку он возглавляет государство, не народ, а государство, то государство следует признать террористическим. Это совершенно очевидно. Ну, вот, этому государству, страны НАТО сейчас активно поставляют оружие. И, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, таким образом они вступили в опосредованную, ну, или, как сейчас модно говорить, в прокси-войну с Россией. И добавил, на войне как на войне, как бы в ответ, да. Вот когда так говорит министр иностранных дел России, каких шагов, как вы думаете, можно ожидать от России в ответ? Знаете, давайте не будем играться в словами и называть там прокси, гибридное. Я вообще всегда был противником таких определений. Сейчас, по существу, Запад развязал войну против России, и Белоруссии как союзника России. Это абсолютно очевидно. Он развязал ее по множеству фронтов. И горячий фронт руками, так сказать, киевского режима. Самая настоящая война руками киевского режима осуществляется. Экономическая война, политическая война, информационная война, гуманитарная и так далее, и так далее. То есть, значит, все, что присущее настоящей войне, в данном случае присутствует. Поэтому, как бы мы это ни называли, прокси, гибридное и так далее, надо смотреть по факту. Гибнут люди каждый день. Гибнет мирное население. Разрушается инфраструктура. Поэтому идет самый настоящий конфликт, который Запад раздувает. Он действует целенаправленно, поскольку в данном случае вот этот конфликт укладывается в его абсолютно ясную стратегическую цель предотвращения мирового экономического кризиса, в котором больше всего пострадают, конечно, западные страны, поскольку их экономическое производство, их экономика в основном базируется на различного рода финансовых пузырях, финансовых дуток, сделках. Не будут сейчас касаться этой темы, она большая. И когда, наконец-то, начало просыпаться в мире, ну, во-первых, поднялись другие страны, как Китай, поднялась Индия, усилилась военная сила России, то есть происходит перераспределение, и в обществе появляется сознание того, что практически за бумажки, вот за эти зеленые бумажки, ничего купить нельзя, что они не имеют той стоимости, которая нарисована на них, что в реальности стоят материальные ресурсы и материальное производство. Вот что стоит. Отражением этого является резкий рост цен на энергоноситель, который начался еще задолго, когда специальная военная операция, как мы знаем. Он связан, безусловно, вот с этими, значит, серьезнейшими моментами, когда вот эти предвестники, я об этом, кстати, в мировом экономическом кризисе грядущем говорил уже не раз, и вот его признаки становятся все более и более очевидными. И вот этот военный конфликт как раз направлен на то, чтобы возвратиться к той схеме, которая и действовала до сих пор. То есть когда так называемый цивилизованный Запад мог получать материальные продукты за бесценок, ресурсы аналитические за бесценок, и строить свое благополучие на этом. Но этого уже не будет, потому что против этого выступают и Китай, и Индия, и Россия, и так далее. И вот этот вот фактор военного конфликта, конечно, он для них выгоден. Они собираются его, так сказать, годами длить. Вообще они даже не скрывают, это вот была бы Украина самостоятельной страной, так они бы этого Бориса Джонсона объявили персоной Натграда и разорвали дипломатические отношения. Он на приеме в Мариинском дворце четко заявил, что украинцы должны сражаться до последней капли крови. Это всем известно. То же самое заявляет сейчас эта Лиза Драст, которая считает, что надо военные действия перенести на территорию России. Так что, к большому сожалению, в этом конфликте, конечно, Украина – это разменный момент. И народ Украины – разменный момент. Ну вот за народ и обиднее всего, на самом деле, в этой ситуации. Да, если бы сейчас народу Украины открыли глаза на тот масштаб гибели военнослужащих, гражданского населения уже вот за эти два месяца, то люди бы ужаснулись. Зеленский врет, когда рассказывает, что там 2,5 тысячи, 3 тысячи. Это ложь, самое настоящее. И, конечно, мне чрезвычайно жаль таких потерь того народа, которому я служил все годы своей, так сказать, трудовой деятельности. Ну, вместе с тем, да, вы правильно говорите, как сейчас стало популярно даже такое выражение, война до последнего украинца. Тот сценарий, который выгоден западным странам. И они все делают для этого. Я сейчас о законе о ленд-лизе в помощь Украине, который принят в США. Его одобрил уже и Сенат, и Конгресс. И самое главное, что ведь он дает? То есть у президента США развязаны руки теперь в вопросах поставки вооружения. Но понимают ли в первую очередь украинские граждане, народ Украины, о том, что ведь это тяжелое время, за которое ведь Советский Союз, ну и Россия как правоприемница рассчитывалась по ленд-лизу до двухтысячных. То есть почти 70 лет после войны. 2006 года. Вот, да, да, если быть точным. Что это, по сути-то, это не бесплатно. Это просто товарный кредит такой в виде оружия. Ведь все равно это возвращать надо будет как-то. Знаете, население Украины ведь разное. Значительная часть его лишенная вообще всяких средств массовой информации. Получающая информацию только из-за средств киевского режима, да, телевизор киевского режима, радио киевского режима, печатные издания. Как вы знаете, а может быть и не знаете, там запрещены просто все. И закрыты, и российские каналы, и оппозиционные каналы. Там нет ничего. Есть только Зеленский и, так сказать, его различные деятели, вот, которые изощряются в том, как бы лучше преподать людям какую-то информацию. Поэтому народ разный. Есть люди, которые способны мыслить, способны, так сказать, выйти в интернет, который пока еще не запрещен, хотя и СБУ отслеживает. Кто-то понимает, кто-то не понимает. Но рано или поздно, когда этот режим рухнет, а он безусловно рухнет, и под тяжестью своих преступлений, конечно, то придется открыть глаза тем, кто эти глаза сейчас закрыл и убаюкивается вот этими сказками Арестовича и Зеленского. Все кредиты, которые Украина набрала уже, превышают вал внутренний продукт страны. За них Украина рассчитаться сама не сможет, и поэтому она будет вынуждена после того, как власть сменится, объявлять дефолты. Но я больше того скажу, что вот за 8 лет Украина до начала конфликта получила примерно 50 миллиардов кредитов от Международного валютного фонда американцев, европейцев, там по разным линиям. 50 миллиардов. Если у кого-то есть вообще хоть доля, маленькая доля здравого смысла и разума, он должен был бы задать вопрос, а что же за эти 50 миллиардов в Украине построено? Вот что за 8 лет за 50 миллиардов долларов, иландская сумма. Где там новые отрасли, где новые инфраструктурные объекты, где школы, где больницы современные. 50 миллиардов ушли, как водописок. Теперь на минуточку представим себе, американцы, собираются, только американцы, в этом году предоставить Украине порядка 36, ну там с учетом уже выделенных, порядка 40 миллиардов долларов. То есть за один год предоставить почти столько же, сколько они предоставляли за 8 лет. Конечно, львиная доля останется у них и в Украину придет в виде танков, гаубиц, бронетранспортеров и тому подобное. Львиная доля. Ну, порядка 8 миллиардов запланированная какая-то гуманитарная помощь, я не представляю, что-то, что из этого выйдет и получится. Трудно сказать. Хотя у американцев сейчас у самих проблемы большие с точки зрения продовольственного обеспечения, кстати сказать. Это впервые за все время, наверное, за всю послевоенную историю Америки, чтобы у них были какие-то проблемы. Но вот сейчас возникли. И возникли, кстати, по той причине, о которой я говорил. Это все из области материального производства. Когда выяснилось, что оказывается... А его не хватает просто там. Да, всем не хватает, а за бумажки, так сказать, которые, кстати сказать, могут в любой момент быть и изъяты эти бумажки, да, вот зеленые бумажки, доллары, так, которыми американцы охотно расплачиваются, охотно дают в кредит, которые, по большому счету, мало что стоят уже сейчас, реально. Вот. Так и вдобавок к тому, они еще, так сказать, экспроприацию производят. то есть, они взяли на себя право все, так сказать, деньги тех, всех тех государств, которые хранят свои, так сказать, резервы в их валюте, просто, так сказать, грабить. Просто грабить. Вот. Я, конечно, поражаюсь, ведь в средние века не так примерно и жили. Там, значит, грабили, так сказать, и Африку грабили. Ну, не в средние века, точнее, а совсем недавно, там, всего там, сто лет, есть... Ну, видите, психология не поменялась абсолютно, на самом деле. психология не поменялась, но это они сами забывают, как они сами же поступали с пиратами, которые грабили их же собственные корабли с награбленным имуществом, которые шли из Америки в Европу, да, с золотом, там, с серебряными слитками и так далее. Пираты грабили. А как они с этим пиратами поступали? А их вешали. Вешали и вообще пускали ко дну сразу же, ну, конечно, забрав имущество, вот, пускали ко дну. Вот это вот им бы надо вспомнить, потому что с пиратами они сейчас ведутся по-пиратски. Поступать надо точно так же. Ну, вот так вот. Ну, это же другое, как они любят говорить. Хотя, да, по поводу материальной помощи Соединенных Штатов надо тут понимать, что это во многом помощь из фантиков. Вот эти большие цифры, они выглядят красиво и хорошо. Хотя, вы знаете, другая шутка такая появилась, но она бы очень, мне кажется, такая правильная, когда Байден просит 30 с чем-то миллиардов долларов на помощь Украине, ему говорят, Байден, помоги Детройту. Но нет, надо помогать Украине, как выясняется. Отдельно хотелось бы обсудить с вами деятельность Джорджа Сороса на Украине. Процитирую его буквально одну фразу, которая очень говорящая. Украина нужна нам в качестве торпеды в войне с Россией. Судьба граждан этой страны вообще нас не волнует. Это одно из его последних высказываний, которое суть интересов этого человека и в том, что происходит на Украине, в общем-то, отражает полностью. Вот на ваш взгляд, что за ширмой вот этого просто бизнесмена, как он сам себя любит везде представлять, что кроется на самом деле? Ну, к большому сожалению, знаю его лично, встречался с ним. Это негодяй из негодяев, после встречи с которым хочется сразу же руки вымыть и, так сказать, как-то выбросить из головы все то, что ты слышал от него. Ну, наверное, мало кто знает, что он начал свою карьеру с того, значит, он еврей, венгерский. И когда в Венгаре начались чистки еврейские, по требованию Гитлера, там начали евреев забирать, отправлять в концлагеря, а имущество их конфисковывать, и вот там создали контору, которая занималась реализацией конфиската, конфискованного имущества у тех людей, которые были обречены на уничтожение. Так вот, 14-летний еврей Сорос каким-то правдами или неправдами попал в эту организацию, тем самым спас себе жизнь, поскольку он не подлежал, так сказать, отправлению в эти концлагеря, и, значит, стал зарабатывать себе на этом первый капитал. Известны фотографии его в этой форме, немецкой, и так далее. То есть, вот этот человек, человечек, начался плывить жизнь с того, что продавал своих или грабил своих соотечественников. И он, кстати, не видел в этом ничего плохого. Он спокойно в этом признавался, это я не придумываю, это можно почитать в его сомнении. Вот с тех пор этот абсолютно бессовестный человек стал зарабатывать свои основные состояния на чем? На спекуляциях, на крахе экономик различных, на обвале национальных валют, на, так сказать, какой-то инклюзивной информации, которая только ему становилась известной, а потом, так сказать, какое-то действие совершалось. И ему сейчас уже под 90, и наверное, вот так откровенные такие высказывания ему уже терять нечего, биография его и репутация абсолютно всем известна, поэтому он очень тесно связан с руководством значит и Англии, и Соединенных Штатов Америки, и он выполняет задания, конечно, с выгодой для себя, создавая везде эти фонды Сороса, которые, конечно, якобы им финансируются, на самом деле финансируются американцами, и задача этих фондов осуществления подрывной деятельности в тех странах, где не действуют. И очень правильно, что в Беларуси, по-моему, если мне память не изменяет, они запрещены деятельности этих фондов. С 97-го года. Вот очень правильно Александр Григорьевич поступил, и вы, так сказать, для себя очень большую проблему устранили. А у нас, к большому сожалению, этих фондов полным-полно, не только этих фондов, а других неправительственных организаций. Они за эти 30 лет воспитали новое поколение бандеровцев, и на этом они деньги не жалели. То есть, опыт сотрудничества с нацистами у Сороса с юности его очень большой. И он использует этих нацистов как расходный материал, о чем он сказал совершенно откровенно. Большая судьба украинских, так сказать, граждан абсолютно не беспокоит и не волнует. В этом весь Сорос. Кстати, сказать, его и судьба и американских граждан не волнует, и евреев не волнует, никого. И вот эта вот порода, жуткая порода, которая, по большому счету, если бы существовали в обществе какие-то возможности определять эту породу, она подлежала бы уничтожению просто. Я вот, конечно, не нацист, не фашист, но эта порода столько применена. Гитлер относится к этой же породе, надо прямо сказать. Если бы он, так сказать, по чечайнию подвергся такой процедуре, то не было бы, скорее всего, и окончательного решения еврейского вопроса. Так что, знакомый мне этот Сорос, ничего хорошего он для стран, ни одной страны нельзя назвать, где бы его деятельность привела к каким-то позитивным результатам. И, кстати, сказать, он не жалел деньги на создание учебников. Да, и вот это очень опасная вещь, на самом деле. то, что произошло. В России до сих пор, к большому сожалению, учатся по его учебникам. И в Украине, так сказать, его учебники он финансировал это издание. Мы не шибко умели переделать, мы только несколько учебников переиздали, вот когда работал в правительстве. Так что, значит, этот деятель должен быть персоной Натграда. Ни одно мнение слышал от людей, которые даже получали гранты от фондов Сороса, но которые потом поняли, что, что на самом деле происходит, разочарование примерно такое же, как и у вас, что вот хотелось вымыть руки и забыть вообще как страшный сон, но забыть, к сожалению, не получается, потому что учебники, как вы правильно сказали, до сих пор эти еще кое-где действуют. Еще одна нация, которая, ну, не всем понятно, почему они так активничают на Украине, британцы. Какой их главный интерес? Почему везде, ну, как часто говорят, торчат британские уши, а в Киеве точно? Ну, надо сразу сказать, что британцы, кто бы там ни был премьера, кто бы ни был, я с некоторыми знаком лично, и вот наблюдаю внимательно, все не являются послушными, послушными исполнителями тех проектов, которые реализуют американцы. Это однозначно. И у американцев не всегда доходят руки, не всегда им удобно самим заниматься грязной работой. Для этого у них есть Великобритания, для этого есть там абсолютно безбашенные деятели, вроде вот этого сегодняшнего Джонсона, вроде его министра иностранных дел. Когда она говорит, то впечатление такое, как говорил незабвенный герой, значит, Иван Васильевич меняет профессию. Когда ты говоришь, что мне кажется, что вы бредите. Вот у меня тоже такое впечатление создается. Когда народ открывает, такое впечатление, что она бредит. И вместе с тем она вот министра иностранных дел, который там прочит карьерные премьеры и так далее. Конечно, у британцев есть свой интерес, но в данном случае я вижу, что они работают против себя, по большому счету. То есть в русле американской все-таки политики, да? В русле американской политики. Вот смотрите, для американцев очень важно, Трамп наиболее откровенно, вот он, так сказать, у него иногда, так сказать, надо поберечь, мы поддержать мысль, как говорил Шекспир, подальше от языка, необдуманная мысль от действий. Ну вот Трамп принадлежит той категории людей, у которого, так сказать, речь опережает мысль. И вот Трамп как раз выдавал сокровенные, так сказать, задумки американцев, вот и то, как он действовал, разрушая, например, Европейский Союз, а следствием этого разрушения был выход из Европейского Союза Англии, да, Брексит знаменитый. И абсолютно американцам не интересовало, что англичане, так сказать, получат очень серьезные минусы в результате этого выхода, абсолютно не интересовало. Сейчас они продолжают вот эту линию на, так сказать, эмбарго и поставки российских энергоносителей, что абсолютно ясно противоречит экономическим интересам Европейского Союза, да и самой Великобритании, хотя там процент поставки меньше значительно, чем в Европе. Если в Европе там 40%, то англичан значительно меньше, благодаря собственным месторождением, кстати сказать. Так что я не вижу никакой самостоятельной политики англичан. Это реализация той политики, которую проводят американцы. А у американцев я уже говорил. Политика однополярного мира, политика монополия, политика сохранения, сохранения вот той экономической системы, которая позволяет им по существу воспроизводить колониальную систему. То есть существует там второй мир или третий мир, из которого они спокойно выкачивают ресурсы, размещают там вредные производства. Посмотрите, что на наших глазах произошло. Это что на глазах нашего поколения произошло. Что абсолютно все вредные производства, требующие громадных энергоресурсов, все ушли из Европы и из Америки. Все ушли в Азию, Китай, Индия, другие азиатские страны, они, так сказать, зато у них остались ржавые пояса, о чем Трамп совершенно справедливо тоже указывал. То есть закрыли автомобильную производство, перенесли в Китай, там дешевле. А что у себя осталось? Осталось один миллион. Люди остались, да. Ну, вот таким вот образом. Не кажется ли вам, что это вот то, что сейчас происходит, это такое, ну, я имею в виду сейчас помощь, декларируемая, во всяком случае, помощь Соединенных Штатов Украине, это уже попытка повторить план Маршалла, который был после Второй мировой, когда нужно было восстанавливать Европу, разрушена после войны, и американцы предложили свой план. И таким образом, хотим мы или нет, но даже Британия и вся Европа сейчас действуют в русле американской, в общем-то, политики. Тоже сейчас уже пытаются, они уже навязывать Украине, и удастся ли кому-то противопоставить здесь вот Соединенным Штатам, кто может, на ваш взгляд, предложить что-то Украине, рано или поздно все равно придется страну восстанавливать. И вот, мне кажется, того, кто этим займется, тот и будет играть главную скрипку в регионе, а может быть и больше. Надо вспомнить и иметь в виду, что план маршала ставил своим политическим условием изгнание коммунистов левых сил из правительства стран Европы. Политические решения в обмен на деньги, по сути-то так. Да, политические решения в обмен на деньги. И в результате и Италия, и Франция, и другие страны, где были половина на половину практически были после войны левые силы коммунистов. Значит, они были исключены из правительств правдами и неправдами. Это первое. Второе. План маршала абсолютно не ставил перед собой задачу создания благополучной самодостаточной Европы. Вот это надо иметь в виду. Особенно это касалось Германии. Американцы очень избирательно вкладывали свои деньги в развитие Германии, имея в виду, что они хотели сохранить свое оккупационное влияние на Германию. Да не только на Германию, кстати, сохранить свои военные базы, сохранить свое политическое влияние. И поэтому надо еще вот так трезво подумать, сыграв ли этот план маршал позитивную роль, или не сыграл. Вот я, например, применить к Украине считаю, что нам никакие планы маршала не нужны. А Украина самодостаточная страна. То есть она имеет все абсолютно необходимые ресурсы для того, чтобы восстановиться самой, исходя из своих национальных интересов. То есть американцы не будут вкладывать деньги в плане маршала, в любом другом, там сказать, в каком-то плане, для развития тех, например, отраслей народного хозяйства, которые для себя посчитают либо конкурентными, либо невыгодными. Они будут у нас развивать так, как это делали в других странах мира, когда их абсолютно не интересовало, какие там будут экологические выбросы, или там еще что-то. Нам же нужно развивать и поднимать свою инфраструктуру, исходя, прежде всего из условий богополучия своих людей. То есть делать это комплексно, сбалансированно. Еще раз подчеркиваю, если кто-то не понимает, страна, имеющая свой печатный станок и имеющая в таком количестве все необходимые минеральные ресурсы, трудовые ресурсы, абсолютно не нуждается ни в какой-то, ни в каких кредитах, ни в каких бумажках зеленых и так далее. У нас своя хорошо развитая наука, свои хорошо подготовленные трудовые ресурсы, у нас свой газ есть, своя нефть есть, свои минеральные ресурсы, уран, литий, которые сейчас составляют основу для электромобилей, например, и так далее. По словам, я не буду сейчас особенно подробно рассказывать, но у нас есть абсолютно все необходимое для того, чтобы мы восстановили свою страну, исходя из наших собственных интересов. создание высокотехнологичной, высококонкурентной экономики, опирающей на свои собственные ресурсы. И, разумеется, в этом плане отношения торгово-экономические и с Белоруссией, и с Российской Федерацией, и с другими странами бывшего Советского Союза заиграет одну из ключевых ролей. Как минимум мы соседи хотя бы поэтому, да. Хотя бы просто потому, что мы не можем на голом поле, на чистом месте создавать все с нуля. Мы должны опираться на то, что у нас есть, на то, что у нас было, и именно это использовать. Вот эти мои мысли к большому сожалению привели к тому, что нас старались в 2013 году максимально отодвинуть от власти, потому что те, кто пришли, это были просто вакеи, жалкие марионетки тех же самых американцев. Вот 8 лет показали, в каком они направлении развивают, не развивают они, не двигаются страны. Ну, я абсолютно с вами согласен, когда вы говорите о том, что Украина по всему тому, что у нее есть, и не только природные богатства, и выход к морю, и люди какие-то, и интеллектуальный потенциал, трудовой, вполне должна быть одним из самых процветающих государств, не то, что Европы, а мира. На самом деле все есть для этого. И поэтому всегда душа болит за Украину именно по этому, на самом деле. Для ваших слушателей несколько цифр назову. Ну, для нас не проблема, например, не проблема, выйти на 100 миллионов тонн зернового погода. Мы занимали первое место по экспорту, предположим, подсолнечного масла, у которого сейчас дефицит и так далее. Я могу и дальше называть. И мы обеспечили своей энергетикой. У нас, скажем, 15 атомных энергоблоков, которые дают, вот сейчас они загружены, так реально загружены, максимум на 40-50% своей мощности, потому что произошла деиндустриализация страны. То есть просто разрушены основные энергопотребляющие производства. Ввиду того, что да, Украина должна и может быть красивым, процветающим государством, видите ли вы сегодня какую-то политическую силу или лидера, возможно, который все-таки способен вернуть Украину в русло ее национальных интересов? Ну, сейчас, конечно, я знаю людей, надо помнить вот что, что 8 лет нацистский режим, он практически нацистским был, карательная система занималась тем, что с одной стороны уничтожала просто оппозицию, физически уничтожала. Убивали, сажали в тюрьмы, пытали, запугивали, выталкивали из страны. И вот сейчас даже пользуясь вот этой специализированной операцией, специальной операцией, многие люди, которых я хорошо знаю, вся вина которых состоит только в том, что они по-другому думают, по-другому думают, посажены в тюрьму. Судьба их, к большому сожалению, мы предпринимаем сейчас усилия по обмену и так далее, но пока их судьба, к сожалению, такая непонятная. И вот в этих условиях говорить о том, что при этом режиме, если он сохраняется, политический режим, что-то можно сделать позитивное невозможно. Этот режим должен быть устранен. это антинародный режим. И народ, когда очнется от этой бандеровской пропаганды, вот тогда возможно формирование тех суверенных, выступающих за суверенитет своей страны, то есть за проведение политики, отвечающей национальным интересам Украины. Вот тогда возможно сформирование того руководства, которое будет реализовывать тот план, о котором я вам говорил. Многие говорят о том, что Украина так идет четко к потере государственности, как минимум территории уже многие потеряны. Какой вы видите Украину, в каких границах, в каким государственным устройствам, в ближайшей перспективе 10-15 лет. Но очевидно, что сегодняшняя политическая карта не отображает реальность уже. Да, переворот привел к власти такой режим, который, безусловно, отвечая американским интересам, привел страну к распаду. И поэтому к распаду реальному. И поэтому смена этого политического режима это единственное условие для сохранения целостности Украины. Подчеркиваю, смена политического режима и последующий за этим процесс деноцификации страны это единственное условие сохранения целостности страны. никто не ставил вопрос о распаде этого государства до 2013 года. Ну, давайте вспомним, это совсем недавно было. Кто-либо говорил о том, что страна распадется на отдельные части, что один регион уйдет туда, другой регион уйдет сюда. Ну, кто? Это не могло никому в голову прийти. Так, значит, в чем причина? Вовсе не в политике России, а в политике самого режима и политике западных кураторов этого режима, толкавших Украину к самоубийственной политике военного конфликта с Российской Федерацией. И поэтому устранение этого режима воссоздаст условия для существования Украины как целостного государства. Давайте не будем забегать вперед, посмотрим, как... Прогноз очень неблагодарное дело, конечно, это... Я, естественно, живу в своей стране самого, так сказать, благополучного будущего, и я в это благополучное будущее убежден и верю в него. Поверьте, вот лично вас поддерживаю и уверен, что таким образом выражаю и большинство мнений белорусов, что мы тоже заинтересованы в том, чтобы Украина была процветающим, богатым, сильным государством. Такого соседа мы хотим иметь, такого друга хотим иметь. Конечно, конечно. Как это, собственно, было всегда. Мы всегда в братской стране, и, по-моему, когда мы были в правительстве, никаких у нас разногласий с белорусами не было вообще от слова совсем не было. Как раз на время начала вашего премьерства, 2010 год, 9 мая, парад в Минске, я очень хорошо помню этот момент, когда в одном строю маршировали вместе белорусские, российские и украинские, это вот важный момент, военнослужащие. Как вы думаете, при нашей жизни мы еще увидим такое, что-то подобное? Я на это надеюсь. Ну что ж, будем надеяться вместе. Спасибо вам большое за это интервью. Всего доброго. Всего доброго, удачи.